Добрый вечер! Теперь я вам расскажу о том, как замечательно я провел субботу. Хотя, на самом деле, должен был также замечательно провести еще и воскресенье, но мне хватило одного дня. Я обычно подобное мероприятие позволяю себе, не рассусоливая, упаковывать в один хороший, интересный день. День называется «Волок. Выходные из Рязани в гусь хрустальный». Мероприятие замечательное, люблю его. Хороший тренинг. Он позволяет посмотреть, как меняется природа и как, соответственно, должно меняться водительское поведение и готовность к преодолению препятствий в зависимости от того, чего там у тебя под колесами. Вот сейчас до Большого Волока остается все меньше и меньше времени, еще немножко, и в конце апреля уже серьезный караван уедет на 7000 километров из Нарьянмара от Белого моря к Черному морю в Новороссийск. И 9 мая будет нашим флагом там махать во знаменовании Победы зачинщик мероприятия Волок Леш Мочулов. Это тот редкий в наше время человек, который считает 9 мая праздником. Я тоже отношусь к этому поколению, считающее 9 мая праздником. Это один из немногих честных праздников в нашем календаре. И очень интересно, очень правильно то, что Леша так замечательно его отмечает. Волока выходные этого дня, вот сейчас этот февральский, он был на огромном позитиве, во-первых, из-за хорошей погоды. Солнышко светило, а Рязань, она чисто климатически очень сильно контрастирует с Москвой. Вот как ни парадоксально, казалось бы, всего 200 километров, там в принципе все немножко по-другому. Почище, посветлее, травка позеленее, небо, конечно, тем более приятно по цвету. В Москве такое небо увидишь не каждый раз. И здесь мы стартовали и довольно быстро ушли в леса. При этом основная группа пошла рубиться по проложенному маршруту, а там нужно было еще доразведать один кусочек. И мы как раз в две машины, с Тойотой Лендкрузером, поехали смотреть, как там можно выбраться или нельзя выбраться. И поэтому основное препятствие под названием «Здравствуй, ручей!» мы наблюдали уже с безопасного берега. Чисто технически приятный момент. Машины для преодоления русской грязи и бездорожья почему-то делают в Японии. Немножечко делают в Англии, но караван рейдовых автомобилей состоял из Тойот, немножечко Ниссанов. Был я там на Митсубиси и было три Дефендера. Два 110-х, один 90-й. При этом, конечно, все специально подготовленные, все лифтованные, все с лебедками. Выиграли те, у кого лебедка заводской установки механическая. Те, у кого электрическая, у многих она, конечно, не сложилась. В самом начале маршрута, одна из чрезвычайно интересных точек, это населенный пункт под названием Солотча. Мы, Москалей Клятый, называем его с ударением на А. Местные предпочитают быть немножко волжанами и окоть, они говорят Солотча. А летописцы, по крайней мере, вот видеозаписи сказаний о земле Рязанской, датированные 1300-1400 каким-нибудь мохнатым годом, там древние старцы в кадре под видеозапись говорят Солотча. Ну, пожилые люди, представьте, им все-таки там по 700-800 лет, они имеют некое право на собственное восприятие русского языка. Очень любопытно то, что в Солотче находится монастырь, и этот тот самый монастырь, который построил, Солотчинский монастырь, его основал, не своими руками, строил Олег Рязанский. И вот этот монастырь, он стал определенным камнем преткновения в дискуссии историков, был ли Олег Рязанский предателем земли русской или не был. Потому что, как вы знаете, по официальной версии в наших учебниках истории написано, что Олег Рязанский, заключив союз с Ордой и с Егайло, с литовским князем, он выступил против Дмитрия Донского, и поэтому в Куликовом поле участия не принимал. Но эта теория, выдвинутая достаточно давно, в те времена, когда исторические реалии и факты не очень ставились под критическую оценку. Вот как-то так повелось Олег Рязанский, он предатель, и поскольку он предал интересы родной земли, то он как раз монастырь это основал именно для того, чтобы замаливать грехи. Так вот, мне больше нравится альтернативная точка зрения, тем более, что я ее услышал от Владимира Леонидовича Махнача. Это потрясающий историк, очень жаль, что преждевременно ушел из жизни. Владимир Леонидович как раз, он всегда стоял на том, что незаслуженно оклеветанных исторических персонажей всякий профессиональный историк должен, наоборот, не втаптывать, а отмывать. И Олег Рязанский, он не выступал в союзе с Ордой, он как раз препятствовал Егайло. Егайло тоже не пришел на Куликово поле, хотя имел такую возможность, именно потому, что он уперся в войска Олега. Олег был по договоренности с Дмитрием Донским выдвинут вперед с тем, чтобы как раз и не пустить литовцев на Куликово поле. И косвенно подтверждает верность этой теории тот факт, что Донской не боялся удара в спину и поэтому не держал на направлении рязанцев войск. При этом порядка 70 бояр рязанских погибло на Куликовом поле. То есть как раз пока сам Олег с дружиной держал фланг, то его люди отчаянно рубились. Причем, как вы понимаете, бояре были не всего лишь одним взводом или полуротой в 70 боярских человек. То есть это была не офицерская рота из 70 человек. 70 бояр означали, что они возглавляли подразделение земли рязанской. Поэтому говорить о том, что замаливая грехи и был воздвигнут этот монастырь, ну, пожалуй, не совсем верно. Хотя в истории любого правителя, любого генерального директора и любого губернатора есть масса моментов, которые желательно потом уже замаливать. По сей упору этот храмовый комплекс существует, он многократно перестраивался. И тем не менее является блистательной совершенно достопримечательностью, теперь уже находясь на территории современной Рязани. Ну, такой полупригород, полупредместье, отчасти город. Но единственное, что, понимая историческую ценность этого микрорайона, там запрещено высотное строительство. Это абсолютно правильно. Можно посмотреть на вот эту старину, тем более, что, вообще-то, представьте себе, год основания 1390-й. И с 1390-го года там много чего оригинального, пусть и упору осталось. Потом, мимо Солодча, а также Солодча, а также Солодча, мы умчались уже в лес. И вот этот пейзаж красоты, а мало кто себе представляет, насколько наша земля болотистая. И недалеко от Рязани этих болот настолько много, что существует торфоразработки. И как раз мимо этих торфоразработок была проложена узкоколейка. И вокзал узкоколейки, ныне не существующий на этом участке, в Солодче присутствует. Вокзал есть, железной дороги нет. Вот мы уехали в лес, и пока еще не свернули совсем уже в безлюдные места, по лесовозным тропам ехали, ехали, ехали. И вот на фоне этой русской красоты, пейзаж, голубое небо, снег искрится, морозец легкий, стоит завод торфабрикетный. И это такая чадилка, это такая коптилка, это такая страсть. А рядом поселок, и там живут люди. Ой, это катастрофа. Основной маршрут Волока проходил через леса, через поля. На одном из этапов он вышел к реке Пра. Вот когда люди говорят, не прет или не пруха, это как раз рыбацкие разговоры на тему ловится или не ловится на берегах реки Пры. Вот когда не прет, это значит, ты на прессе делал и ничего там не высел. А вот когда поперло, ох, оно поперло. Это как раз там. Представляете, сидят тихие аборигенные рыбачки. Рундучок, мормышка, счастье, сугрев. И в этот момент из лесу выползает 15 внедорожников и начинают преодолевать замерзшую воду. Местные, они на это дело посмотрели, посмотрели, поняли, что можно безопасно ездить по льду. Сами по нему начали ездить. И вот на основном русле Пры все было хорошо, а дальше буквально там через несколько сотен метров нашли ручеек. И вот этот ручеек уже был серьезным препятствием. На лебедках абсолютно все вылазили, за исключением одного несчастного пикапа, который на дне сдох. У него обрубило электричество, а дальше, как в фильме, кино не будет, электричество кончилось. Когда у пикапа на дне заканчивается электричество, дальше его пришлось выдергивать. Причем выдергивали его очень интересно, подвешивая к березе. Очень специальный вариант. Кто хочет, зайдите, посмотрите в интернете, все эти картинки есть. Вы даже догадаетесь, как именно найти, какие параметры поиска задать, чтобы посмотреть, как на березу подвешивают умерший японский пикап. И вот там сидели рыбаки, которые на все на это дело смотрели, потом подошли и сказали, «Слышь, мужики, может быть, спиртику неразбавленного отпустят гораздо быстрее?» Мы сказали, «Спасибо, конечно, за помощь, но у нас тут немножко другое мероприятие, но сценарий говорит, «Ну, ребята, вы даете». Причем местные, они очень неразговорчивые, колея одна, поэтому когда там какой-то местный «Жигуль» попер в лоб целому каравану, и караван ему вежливо уступал, сдавая в разные стороны, но все-таки потенциал внедорожников позволял это. Мужик сидел совершенно с каменным лицом, он не знал, во-первых, там не принято аварийкой благодарить, во-вторых, там вообще не очень принято благодарить, в-третьих, там достаточно скудно на эмоции. Мужик вежливо удалился обратно в тайгу. Ручей преодолевали несколько часов подряд, и вот пока мы выходили к этому ручью, на Mitsubishi L200, а он как раз суперселектом, с блокировкой, на обычном данлопе, данлоп отвратительный, не шипованный, он считается зимним, я уж не понимаю, кто придумал называть такую резину липучкой, никакая она абсолютно не липучка, но мы, тем не менее, шли в паре с старенькой Toyota 70-кой, если быть точным, 79-м крузаком. Крузак, конечно, когда заблокировался, он шел как таран и прокладывал тропу. L200 молодец, лишнее подтверждение того, что лучшие автомобили для русского бездорожья делают японцы, и на этом суперселекте, в общем-то, мы шли ровно до тех пор, пока уже просто не стали вывешиваться на мостах. Дальше уже ходов подвески не хватало, и там была одна особо каверзная яма, которая там заставила машину лечь с дифферентом на левый борт, и уже рывковым тросом, специальный у меня есть такой трос, ну, знаете, это внедорожная принадлежность, когда машину нужно выдергивать с размаху, как морковку из грядки. Вот L200 великолепно совершенно выдергивается, но в целом, вот лишнее подтверждение тому, что хорошо продуманная конструкция, предназначенная именно для бездорожья, даже в таком заводском утилитарном состоянии без дополнительных технических вложений уже, в принципе, готова. То есть, L200 оказался молодцом. Перерыв на новости, немножко рекламы, потом вернусь. Наступает самое завораживающее время вопросов и ответов. Телефон студии 6510996. Психонечку звоните. Пока еще никто не начал набирать и тыкать пальцами в кнопочки, поэтому здесь ни одного входящего звонка нет, но зато на сайте есть совершенно очаровательные вопросы. Абсолютный лидер тех, наверное, 20 лет, которые я занимаюсь автомобильной тематикой, мне задают много вопросов, но такого вопроса не было никогда. Вот должен был прожить 20 лет, чтобы наконец-то получить подобный вопрос. Я не знаю, как на него ответить, но хочу его прочитать, чтобы вы тоже просто оценили изящество формулировки. Мне необходимо знать ваше понимание о необходимости в рациональной замене автомобиля на новый. Изящно. Михаил, переведите, пожалуйста, на русский язык, и если вам не в тягость, разверните мысль, так, чтобы получилось чуть-чуть пошире и понастойчивее. Понимаете, Михаил, дело в том, что синусидальность дедукционного индуктора не кремутирует за хромофорные эфузии. Это адекватно эквивалентному фотонному триангулятору, но с этим тоже нужно что-то делать. И тут еще есть несколько вопросов на сайте. Сейчас меня отдадут, наконец, бразды управления компьютером. Это у нас такая проблема. У нас коммуналка. Один компьютер на всю контору. Тут есть очень любопытный подход, на мой взгляд, молодого человека, который привык к некоторой однозначности этикеток. Он прокатился на Outlander и спрашивает меня, какие у меня есть основания полагать, что это легковая машина. Здесь, помните, я говорю, что Outlander — это легковушка. Пишет, я проходил тест-драйв на нем, мы штурмовали горку у белой дачи с мокрым снегом, он замечательно справляется, даже не перегревается. При этом такой легкий упрек, вы же еще не брали его на тест. Мой тезка, кстати, спросил. Вот мне кажется, что в подобном подходе есть некое стремление современного человека совершенно четко разграничить мир на черное и на белое, и добиться какой-то однозначности. Вот Outlander — это же не легковая машина. Он же высокий, он же брутальный, у него же дорожный просвет. Сергей, во-первых, если смотреть по ГОСТу, то УАЗик 469 — это легковая машина, если вы хотите, чтобы мир был до конца однозначно. Но мир все-таки шире, и легковые машины сейчас потихонечку уже вторгаются в тот класс, который в ГОСТе назывался в государственном стандарте автомобиль повышенной проходимости. И это все вместе расширяет диапазон применения легковых автомобилей. Так вот, Outlander — это машина, которая сделана путем очень изящной и очень неплохой инженерной и, наверное, идеологической переоценки той самой платформы, на которой существует Lancer. Вы же не будете утверждать, что Lancer — это внедорожник. А если вы на какой бы то ни было машине по мокрому снегу смогли штурмануть горку у Белой дачи, то я все время этим занимался на «Жигулях», я этим занимался на «Москвича», я этим занимался на «Запорожце». Какая из этих машин не является после данного подвига легковой? Какая из этих машин сразу становится внедорожником? Лучше выберите сразу «Запорожец». «Запорожец» на УАЗовской резине штурмовал русскую действительность до начала перестройки. Потом перестал. После этого мы стали избирательными. Это все к тому, что растет наша потребительская инициатива. Нам все больше и больше хочется широких красивых жестов и больших удобных товаров. И вот теперь уже пошла эта узкая специализация, что лопатой, например, нельзя рубить, лопатой нужно копать. «Аутлендер» — это не легковая машина, потому что она заехала на горку. Нет, знаете, она как была легковой, так и осталась. Как хорошо, что такие замечательные легковые машины теперь делают. Валерий, здравствуйте. Вы открываете бал. Вы сегодня первый дозвонившийся. Валерий. Здравствуйте. Говорите. На прошлой неделе я с вами пытался позвонить по поводу автомобиля и пришлось разговаривать про страховки. Вот оно как. Вы наконец-то прорвались в эфир, а там Илья Герасченко. Эх, не сложилось. Да. Непруха. Непруха. На реке Пра по этому поводу есть масса конкретики. Так что у вас, Валерий? Да. Смотрите, сейчас я езжу на «Шеврале Коптила». Вот. И предыдущая версия, первый. Вот. Сейчас меня интересует новый автомобиль. Я хотел бы, с вашего взгляда, на три автомобиля. «Шеврале Тахо», «Хонда Пилот» и «Форт Эксплорер». А вы собираетесь ездить по городу? По большей части, да. Вот. И в какие-то дачные места. Совсем легкие дачные места. Простите за бестактность, Валерий. А вы в армии служили? Да. Тогда вы один из немногих, кто имеет право на «Эксплорер». Если вы видели рекламу «Эксплорера», там написано, что эта машина для тех, кто, в общем-то, достойен легенды. И в рекламном ролике четко показаны параметры этого достоинства. Там нужно было отслужить в армии, в 25 лет нужно было обязательно жениться, и обязательно нужно было, чтобы родился ребенок, обязательно сын. Вот в совокупности выполнив все обязательства перед фирмой «Форд», вы получаете возможность стать достойным, соответственно, купить «Эксплорер». «Эксплорер» — это «Вольво С80», легковая машина. Вот Сергей, который не признал в «Аутлендере» легковушку, наверное, бы очень оскорбился по этому поводу. «Пилот» — это легковая машина. Это автомобиль с чумовым совершенно мотором, с великолепным мотором, с американской управляемостью, то есть с никакой управляемостью, с американскими тормозами, очень спорными, и совершенно с великолепным тазиком для борща между передними сидениями. Такой емкости, в которую можно было бы положить, например, ведро «Салата Оливье», я на своем веку не помню. Там блистательно сделано. Вот по эргономике вы сели в эту большую легковую машину на полном приводе с шикарным мотором, со спальными местами, семиместную, да еще с такой шикарной опцией, как вот этот тазик между сиденьем. То есть туда помещается, ну, даже небольшой цветон телевизор. Можно поставить, закрыть его крышкой, и никто не догадается, что он у вас есть. «Тахо» — это американский взгляд, машина брутальная, она внедорожник только под очень опытной рукой. А так это машина, жестко привязанная к асфальту, и вот все те, кто серьезно джипует по бездорожью и разгильдяйству и готовит машины для таких рейдов, даже пусть как «Волок» выходного дня, они никогда на своих «Тахах» туда не лезут, потому что моментально вся геометрическая проходимость остается висеть на кустах, лежать на обочинах и валяться под колесами. Отрывает всю пластмассу, он в этом отношении сделан как раз к чему угодно, готов только не к нашему бездорожью. Вот очень удобная здесь машина — это «Экфлорер». Она легковая, она сделана под европейскую управляемость, под каноны, понятные нам, потому что пилот при всей своей энерговооруженности — это машина под американца. То есть вы напрямую едете хорошо, тормозите вы либо об бабушку, либо об забор, либо о какой-нибудь «Катерпиллер», а «Таха» — это очень хороший ЗИЛ-130. То есть вы его на себе прете, и он при этом потребляет топливо гораздо больше, чем ЖКХ в состоянии вписать вам в счет на воду. То есть ЖКХ-то обычно пишет, что вы там по 700 кубометров бассейн выпиваете, а эта штука даже стесняться не будет. Она не ЖКХ, она даже не покраснеет. То есть не очень пыл. Понятно. То есть много или мало? Жрет чудовищно много. Просто совсем много. — «Эксплорер». — «Таха». «Эксплорер» меньше. То есть вот из этих всех самый лояльный — это «Эксплорер». Пока он молодой, пока новенький, он хорош. Пилот, к нему нужно привыкать, потому что эта штука сделана под американца. А «Таха» — это грузовик. То есть в табеле о рангах первый «Эксплорер», второй пилот, третий «Таха». Но это не значит, что кто-то из них кардинально ни на что не способен. То есть «Таха» — это грузовик, но на 130-м ЗИЛе, в конце концов, мы же с вами можем проехать всю страну. Но если надо, если Родина прикажет, мы же проедем. Ну, Валерий, вы как служили в армии, вы помните, что если партия сказала, то комсомол щелкнул кабулками и вперед. То есть выбор есть. Если не нужно штурмовать, то «Эксплорер». Константин, это вы. Здравствуйте. — Добрый вечер, Сергей. Очень приятно, что я к вам дозвонился. Меня тоже радует. За приятную программу, очень интересно. У гостей у вас тоже очень интересно. Спасибо. У меня несколько вопросов. Давайте все. Постараюсь лаконично, зная, что скоро новости. Я обладатель второго фокуса рестайлингового. У меня наблюдается такая на нем проблема, что в пробках, в жару, когда работает климат-контроль, машина полностью неадекватно реагирует на педаль газа и даже на работу просто на холостых. А мотор какой? Какой объем мотора? Два литра. То есть этих двух литров не хватает, мотор начинает вянуть? Вянуть и просто педаль не реагирует на газ. То есть оно просто глохнет местами. То есть у него всю мощь и всю силу забрал на себя климат-контроль, который решил, что вам важнее гораздо остудиться, чем куда бы то ни было тронуться в путь. Да, куда-либо ехать. Точно. И дефект нарастающий. Это какой-то дефект, или это мне так повезло в кавычках? Это вам так повезло. А сколько он у вас пробежал? Он у меня пробежал, ну, на данный момент 54 тысячи. И при этом дефект нарастающий, потому что поначалу ничего подобного не было. Было, было. Это, в общем-то, основа. Двухлитровый мотор. Потому что я этот мотор помню и в том числе по фокусу, и по другим машинам. Хватало его, а год выпуска у вас, соответственно, то есть у вас евро-четыре. А, превождаю. Вот, в свое время была разборка по моторам 1.8 с представительством, когда там народ просто в одной из заслонок магистрали вынужден был сверлить дырку, потому как там холостые пропадали, и нужно было какое-то совсем примитивное решение. Очень странно, что эта неприятность посетила вас, потому что мои вот поднадзорные фокусы, вторые с двухлитровыми моторами, нормально с этим справлялись. Трагично. Мне, правда, проще. Я никогда не пользуюсь кондиционером и климатом. Ну, хорошо. Спасибо за ответ. Второй вопрос. Ну, я знаю, что ваше негативное отношение к московским и российским дорогам. Не знаете, в чем причина вот такого асфальта, который весной кладут, а осенью его уже, в общем-то, нет. Любой распутец он уходит. Знаете, как... Да, чем занимается русский народ последние сто лет? Пьет и ворует. Мы можем сделать хорошую дорогу, просто некому, не из чего, и не стоит так задача. Когда подобная задача ставилась при советской власти, например, перед стройбатом, ему нужно было сделать дорогу для ракетовоза, а ракетовозу, как известно, нельзя качаться на волнах, он должен идти по стрелочке, иначе у него мозги рушатся, он уже после этого летит не в Америку, а в родной сарай. Так вот, мы делали такие дороги, которые и мороз не брал, и даже тягач восьмиосный не мог убить. Перерыв на новости. Телефон прямого эфира 6510996. Вот тот самый вопрос, Константина, по поводу дорог. Чуть-чуть шире, несколько слов. Почему у нас нет дорог, почему у нас такой плохой асфальт? Потому что у нас, что называется, нет заказа сверху на хороший асфальт. Вот мы с вами все знаем, что ямочный ремонт каждый год у нас делается с применением новейших технологий. Нам показывают обязательно довольно крупных по размеру женщин. Они, как правило, являются такими же сопоставимыми крупными хозяйственниками и хозяйственницами. И они говорят, вот мы только что сделали очень хорошую смесь, которая позволяет переходы через ноль, не будет трещин, будут нормальные стыки. Вот мы сейчас отремонтировали, и все будет хорошо. Так вот, на всякий случай скажу вам, не существует такого понятия, как ямочный ремонт. Нету его. И когда нам рассказывают о том, что на ямочный ремонт выделено столько-то денег, ямочный ремонт, применяя такие-то технологии, ямочный ремонт покрыл столько-то квадратных километров нашей жизни, это все на самом деле даже не то, чтобы наглое вранье. Это такое глумливое издевательство над обывателем, не желающим вникать в суть собственных проблем. Ну, это из серии «Вы все же бараны?» Так вот, мы вас будем здесь стричь. Это как раз вот вариант стричь. При этом у нас ГОСТы довольно старые, они рассчитаны под другую осевую нагрузку. И, ко всему прочему, по температуре вообще вот способность асфальта держать низкие или высокие температуры, она определяется в основном процентным составом серы в асфальтовой смеси. Так вот, согласно ГОСТу, в нашей стране не бывает холоднее минус 25, поэтому наши государственные стандарты не требуют, чтобы у нас дорога могла существовать при более низких температурах. Ну, тем более, что воруют, у нас есть специально для этого система тендеров, и эти тендеры выигрывают не те, кто умеет, а те, кто предлагает наименьшую цену. Хотя, даже если бы мы как-то пересмотрели эти правила игры, это бы не позволило, тем не менее, прийти приличным и честным за неимением приличных и честных. То есть, если поставить расстрельный взвод НКВД, тогда, может быть, если скажут, да, конечно, барин, ну ты что, мы всю жизнь хотели, просто нам враги мешали. На самом деле, это не так. И заново создать систему, то есть разогнать Росавтодор, разогнать Минтранс и полностью изменить политику в отношении дорожного строительства можно. Это действительно можно. Но никто не хочет, тем более потому, что именно откат в дорожной сфере, как врут очевидцы, уже в нашей стране превзошел отметку в 400% и даже уперся в отметку 600%. Представьте себе, сколько людей с этого кормится. Подобное, в принципе, наверное, не произойдет никогда. То есть не будет у нас с вами хороших дорог, потому что сидящим наверху это безразлично. Алексей. Наше любимое автомобильное имя Алексей. Все хорошие автомобилисты, они на самом деле Алексеи. Здравствуйте. Спасибо. Очень приятно, Сергей. Здравствуйте. Вопрос у меня о Honda Civic седан седьмого года. По-другому нареканий пока никаких не было. И я их не жду, собственно, но мало ли, вот какие могут быть. пробег у меня 123 тысячи. А мотор 1.8? Да. А он же один. Ну да, он же единственный. Ну, знаете как, некоторые иногда притаскивали к нам сюда экзотику. Вообще, у вас один из... Американцев. И американцев в том числе. Тем более, что они, ну, нельзя сказать, что сильно похожи, но они не очень сильно отличаются. У вас, Алексей, одна из лучших турецких машин. И эта турецкая машина сделана специально для плохих дорог, кривых рук, плохого сервиса и некачественного бензина. Вот турки, они, в отличие от нас, позволяют производителю продиктовать свою волю. Вот мы, например, лопаем, что дают. Нам с вами рассказали, что мы обожаем седаны и очень любим машины Б-класса. Поэтому у нас сейчас растут заводы, где нам делают очень неплохие Сандера, нам делают очень неплохие Солярисы, но нам в нашей стране бездорожья никто, например, не собирается делать серьезные внедорожники. Мы любим с вами седаны. Турки, они в этом отношении, ребята, более изворотливые. Поэтому им, в том числе и на внутренний рынок, идет то, что необходимо им. Дорог у них особых, на наш взгляд, у них шедевральные дороги. На самом деле, в Голубинке у них плохие дороги и с бензином плохо. А на сервисе у них работают, к сожалению, турки, в худшем смысле этого слова. И Сивик, замечательная машина с мотором 1.8, с небольшим шлейфом скандалов с московским представительством, которые, на мой взгляд, очень сильно снизили планку после этого бренда. Но у вас 123 тысячи. Вот еще 123, без проблем эта машина пробежит. У вас даже суппорта не закиснут. У вас даже дверные замки вас не подведут. И даже багажник будет нормально открываться, хотя иногда бывает, что за давностью лет замок багажника тут закисло, там не сработало. Единственное, что со временем где-нибудь, наверное, так к 325 тысяче у вас упадет компрессия в четвертом цилиндре. Во всем остальном, Алексей, у вас очень правильное автомобильное с точки зрения Финам-ФМ имя, и у вас очень правильная машина в хороших руках. Вы будете с ней долго и счастливо ездить безо всяких проблем. Валерий, здравствуйте, Валерий. У нас сегодня много Валериев, это же хорошо. Здравствуйте. Мне бы узнать такой вопросик. Нас сейчас объявили по поводу большегрузного автотранспорта. Он враг. Он враг, он всю жизнь был враг. Да, и сейчас объявили, что после первого марта у нас появляется такая возможность, что большегрузному нельзя и в область тоже нельзя. 12-ти тонникам нельзя кататься по МКАДу, их за это будут расстреливать, но если не получится, тогда штрафовать. Да, но самое интересное, что одеваться-то куда? Вам же лидер нации сказал, а кому не нравится, стучите копытами к океану. Валерий? Да, я понимаю, что рогами уперся, а дальше деваться некуда. Ну, видите ли, здесь нужно административно решить вопрос о том, что у нас нету дорог и о том, что в Москву все едут не потому, что очень хочется и медом намазано, а потому, что вариантов никаких, это не учитывается, это нюансы. Понимаете, Валерий, вот как обычно в подобных случаях выглядят эти серьезные люди сверху? Они хмурят бровь и говорят, да, нам было тяжело, но мы были вынуждены принять это непопулярное решение. Это непопулярное решение означает, что мы с вами идем нафиг. А они очень печально говорят, вы знаете, как там было сложно? То, что у нас это очень серьезно выйдет боком и перевозчику и конечному потребителю, в том числе и по цене, это их не волнует. Но они приняли это непопулярное решение. Они очень переживают, что им пришлось на это пойти. Вот и все. Понимаете, Сергей, но еще такой вопросик. А что же они будут кушать, если мы перестанем туда возить им товар? Они точно знают, что икра берется в холодильнике, а если щелкнуть пальцами, то появляется такая специальная тетя в передничке, она приносит еще крепкий чай. Вы, наверное, заметили по поведению двух наших этих самых, один, который Альфа Стерха, второй, младший зам по оргвопросам, что они живут не в этой стране. Вот когда они начинают нам рассказывать, какие мы, о том, что мы все пьяные за рулем, о том, что нам срочно нужно обязательно ноль промилле, потому что нам только дай волю, мы обязательно упьемся и поубиваемся. вот когда они мне рассказывают про то, что я такой, я понимаю, что они что-то, видимо, не то увидели либо в зеркале, либо в телевизоре. Поэтому вопрос, что делать, который вы совершенно справедливо задаете, это не к ним, они не знают ответа на этот вопрос, они принимают непопулярные решения со всей осознанностью этого решения, им это очень трудно, но они мужаются изо всех сил. А, знаете, с едой они останутся всегда, у них в конце концов виза платинум в кармане, она их накормит. Правда, не здесь. Хорошо, спасибо тогда. В принципе, понятно, то есть здесь разбирайтесь сами и как хотите. Конечно, конечно. Знаете, по этому поводу Михаил Веллер написал в одном из своих рассказов, и когда они поймут, что их пронесло и будут у себя на лазурном берегу отдыхать на берегу бассейна, мы их возьмем в затылок через оптику с большой дистанцией. Ну, в принципе, да. То есть, если мы откажемся, сейчас привозить что-то, тогда они поймут, извините, а куда дела? Нет, они ничего не поймут, их это ничему не учит, это мы должны что-то понимать, но, к сожалению, мы тоже непонятливые. Это ведь очень давний антагонизм, кто первый и кто последний. Они всегда первые, как им кажется, но со временем, конечно, ситуация меняется. Просто не сейчас. Хотя вот астрологи считают, что до 21 марта они уже, вот это сейчас как раз и наступит. Игорь, здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Да? У меня Lexus LX 470. Ух ты, какая у вас грандиозная машина. Да, машина грандиозная и очень хорошая, я как бы доволен. Но она уже как бы старенькая. Ну, бывает так иногда, да, с техникой. Вот, и я такие есть мысли, как бы вот, если, допустим, на Land Cruiser 200 поменять вот. Ну, почему бы и нет. По болотам и лесам я лазить не собираюсь. Это я имею в виду так, если оценить сотый и двухсотый в Инкрузере, они как... Двухсотый, он, конечно, следующий виток. То есть, он менее красивый, но более техничный. И он менее приспособлен для буераков и больше приспособлен для жизни в городе. То есть, сотку на двухсотку нормальный обмен. Он ведь замечательный. Тем более, вам не привыкать. Вы на этом грузовике уже нормально совершенно адаптировались. Вы уже можете на хорошей скорости объехать препятствия на дороге. Вы знаете, как эту штуку поймать. Вы знаете, как она останавливается. Вот, если вот так вот сгоряча сесть за руль сотки или двухсотки, то первое время нужно задавать себе вопрос или наоборот гнать его. Зачем я это сделал? У вас уже замечательный совершенно опыт. Вы на двухсотке будете себя чувствовать абсолютно справедливо королем дороги. Очень хорошая машина. Или стоит ли его винять? Или можно его убивать если он, по-моему, не убиваемый? Знаете как? Если игрушка надоела, а есть возможность взять следующую, надо взять. Не потому что та плохая. Потому что в эту интереснее поиграть. Только поэтому. Тем более, крузачок, он ведь не подведет. Он молодец. И двухсотка при всей моей к ней антипатии она сделана с очень большим запасом. И ее люди делали прекрасно понимавшие в том числе толк во внедорожности. Молодцы. Молодцы. На двухсотке можно. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Добрый день. Здрасте. Я хочу такой вопрос вам задать. Многострадальная, новенькая Mazda 6 2013 года. Свежевыпущенная. Что от нее ждать? Вы ее уже купили или только принюхались к ней? Я принюхиваюсь, пересаживаясь с нынешней, с предыдущей уже теперь Mazda 6 на новую. Если вы немножечко добавили себе за эти годы респектабельности, вы стали чуть-чуть тяжелее на подъем и утратили не только волосы и зубы, но и иллюзии, как это мы обычно делаем после 40, тогда новая Mazda 6 вам, конечно, подойдет. Но она кардинально другая по идеологии. Вот ваша нынешняя это зажигалка. Ваша машина нынешняя, она по управляемости настолько впереди. У нее спереди стоит многорычажка, двухрычажка. Она острая, она провокационная, она отлично едет. А следующая Mazda 6 она повальяжней, поспокойней. Она вам уже говорит, собственно, вы куда? Вот тут светофорчик, а вот тут пробочка. Постоим, мягенько, удобненько, тепло. В ней меньше провокации, у нее Макферсоны по кругу стоят, она чуть покрупнее. Ну, если вот что называется, вы до нее уже составились, тогда да. Если еще нет, гоняйте на своей шестерке, потому что после нее у вас в самое сердце поразит разочарование. Ну, что ж, спасибо большое, именно за остроту я ее люблю, поэтому тогда... Ей нет равных. Если вы хотите вот не утратить остроту, то вам придется поменять бренд, потому что сейчас с аналогичной подвеской остается только из доступного нам с вами Peugeot 508, причем в топовом исполнении с 2.2 дизелем в GT. Вот у нее спереди стоит двухрычажка, эта машина при всей своей вот этой внешней, на мой взгляд, великолепной, совершенно львиной породе, наконец-то подчеркнутой, как хорошо, что они опять взяли на работу дизайнеров Peugeot. Они только в этой комплектации, только в топовой, только в GT оставили спереди двухрычажку. И машина, конечно, рулится потрясающе, а поскольку она еще у них топовая, дизель фантастический. Попробуйте, может быть, имеет смысл с Mazda 6 пересесть на Peugeot, но будьте готовы к тому, что там есть шумоизоляция. Это непривычно. Перерыв на новости. Телефон прямого эфира 65 10 9 9 6 несколько вопросов с сайта. Здесь очень интересная джетта седьмого года. Она была куплена с пробегом в 120. Сейчас уже 160. Уже накрылась медным тазом коробка айсиновская. И после этого возникает вопрос, а что же ждать от машины в ближайшие пару лет? В ближайшие пару лет ждите от нее, Михаил, продолжение банкета. Первая подлянка уже громко звякнула. Вторая сейчас прилетит. Третья, четвертая. Так что перспектива у вас нормальная. Терпите. Ильи сломается в этой машине не все. У Ильи совершенно потрясающая эклектичная задача выбрать из двух несопоставимых, несовместимых машин. Pathfinder или Volvo Хосе 70. Критерий объем багажника полный привод дизель. Вот те здрасте. Они настолько рядом не лежали, что их никак я не могу сравнить. Они под разную идеологию. Но если с точки зрения здравого смысла, то конечно лучшую китайскую машину Volvo Хосе 70. Потому что это легковая. У нее тем более по умолчанию на заднюю ось идет небольшой крутящий момент. Там 10% все остальное наперед. Этим логично можно управлять. Если вы возьмете дизель D5 двухтурбовый дизелями еще большего объема и после этого мериться длиной разных инструментов для испускания отходов жизнедеятельности. Вот в классе до двух с половиной Volvo переплюнуть пижошники пытаются. им это довольно часто удается. Так вот, подфайндер я вам не советую, потому что это заднеприводная машина. Перед вы сможете подключить только на льду в последнюю секунду жизни, не уходя обниматься со столбом. ХС-70 багажник огромный, причем продуманный именно под грузопассажирские перевозки. Двигатель шикарный, дорожный просвет достаточный, не джип, ни разу не джип, очень хорошая, ласковая, трудолюбивая машина. Очень любопытное замечание по поводу Volkswagen и Tiguan из-за того, что с ними холодно. Печки не греют, это вообще болезнь Volkswagen. Это требует определенных экспертных подходов. Вот так вот просто тут ничего не сделаешь, но вообще это общая подлянка европейцев. Очень много европейских машин, пришедших к нам оттуда, даже корейцы, которые были изначально обречены на жизни в Европе, в том числе и в Северной Европе, например, в Норвегии, Финляндии, потом переориентировавшись на нас, приходили с очень странным климатическим замесом, когда там хотелось одеть валенки, шапку, ушанку и зубами стучать. Вот так вот сразу по этому поводу здесь, к сожалению, не получится. В один удар подобная игра не решается. У нас Василий на линии. Здравствуйте, Василий. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Мы с вами разговаривали где-то с неделью назад, ну, естественно, время кончилось, и я не дозадал еще парочку вопросов. Василий, мы с вами с удовольствием общаемся каждую неделю. Давайте продолжим, конечно. Спасибо, я слушаю вас каждый день. Спасибо, что вы есть, и что ребята понимают ценность этой передачи. Знаете, в большей степени моей маме спасибо, она вот тут непосредственно... Это всегда правильно, да. Спасибо. Во всем виноваты наши родители и заслуга их. Так вот, Фриландер, Фриландер второй, я все приглядываюсь к нему, у меня остались несколько вопросов. Первое, у него резьба метрическая или дюймовая? Нет, метрическая. Метрическая, раз. Второй вопрос, проходимость, я так иногда выскакиваю кое-куда. Выше среднего, это хороший агрегат, а под опытной рукой он даже внедорожником будет. Я имею ввиду только механику и дизель. Да, 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 сочетание механики и дизеля, знаете как, на самом деле и автомат, вот Василий, это что называется старая школа, вы привыкли относиться с подозрением к автомату, автомат это перерасход топлива, настоящий мужик едет на ручки и так далее. На сегодняшний день автомат не зря стал практически на каждом втором ралли-рейдовом автомобиле. Автомат на бездорожье, он скрадывает ошибки в пилотировании. Конечно, конечно. Автомат правильнее. У меня права с 66-го года, если вы не поверите. Я как раз родился тогда, 47 лет тому назад. Я проездил, не знаю, на всяких машинах, не знаю, на какой. Василий, но попробуйте автомат, потому что автомат, он на бездорожье лучше. Да. Реально лучше. Он в какой-то момент, рано или поздно, вы обязательно попробуете передернуться на следующую передачу, потеряете ход, знаете, как на танке, когда с первой на вторую переходишь, он утыкается сразу, потому что нужно уметь, он же массы своих гасит. На фриле автомат очень классно сделан, а ручка у него на самом деле сделана специально для того, чтобы у вас было отвращение на всю оставшуюся жизнь ручки, чтобы вы впредь брали только с автоматом. И автомат на бездорожье вам будет таким помощником, что вы там, где раньше могли бы даже немножко, не то чтобы залипнуть, но по крайней мере запнуться, проедете даже не заметив, потому что автомат избавит вас от ошибки. Дизель, автомат, фрил. То есть у вас будет действительно очень нормальный аппарат, с которым вы в городе не замочаетесь, тем более, ну, 47 лет водительского стажа, рано или поздно у вас этот груз, прожитых за рулем лет, когда-нибудь вас утомит. А тут у вас автомат, а тут у вас лендровер, ну красота. Да еще на дизель. Ладно, еще, еще, Сергей, еще вопросик. Там нового, третьего, не наблюдай, не ожидается. Вы видели, откуда у них получился четвертый? Нет. Но он же не четвертый, лендровер, который у нас в Дискавере. А, Дискавере, В Дискавере у них было два. У них был первый и второй. Но поскольку денег нету, а очень хочется кушать, а рестайлинг вот мы тут провели, а знаете, мы так устали, мы так работали, а давайте мы его назовем уже следующей моделью. Ну, вот, Volkswagen такие все вещи с Passat и с позволял. И лендровер то же самое. То есть у них ближайший фрил, он, конечно, будет, но очень не скоро. А пока либо вы берете нынешний, у него, кстати, за время его конвейерной жизни уже два рестайлинга прошло. Вот сейчас уже, то есть по большому счету, это третье изменение сущности автомобиля. Это говорит о том, что жить ему еще и жить, а из него уже получился Evoque. Поработки все сделаны, да. И поэтому фрил остается. И лендровер, в общем-то, имеет право на этот консерватизм. Вот то же самое, как с Defender. Они его оставили в покое, они его делают тихонечко. Есть люди, которые мечтают обмануться по поводу живучести и проходимости этой машины. Они всегда приходят и покупают. А этой машине уже сколько десятилетий? Да, да. Ну, это английский благородный аристократизм, как говорится. Да, вы же помните некую Бонг, которая выдумала для нас Англию в учебнике английского языка. Five o'clock, овсянка, камин, я понял. Лендровер туда же. То есть, если ты настоящий англичанин, ты должен мучиться, и тогда ты сэр. В противном случае, на что с тебя взять-то? Так что, купите себе еще один вопрос, Сергей. Его продаваемость последующая. Какова вообще на ней? Если не угонят, то, в принципе, заберут. Помнутся, потому что, ну, это же лендровер, он же течет изо всех щелей постоянно, у него же тут сальник, там сапун, тут еще что-то. Но, нет, всегда есть человек, который ходит, облизывается по поводу лендровера. Вот это две такие марки, которые завораживают легенды. Это лендровер и джип. Очень хочется. А, это точно. Джип хочет им неимоверно. Вот, я между ними, так сказать, дергаюсь. Не берите американца, у Крайслера последние лет 10 небольшие судороги по конструкторской мысли, слегка у них не получается. Это вы уже говорили, я помню. Не надо. Правда, джипы продадите тоже быстро. У вас его заберут с руками, еще поцелуют при этом. Да, это точно. Но не надо. Он вас лишит остатков нервной системы. Потому что он вам будет такие подлянки кидать на пустом месте. Фрил тоже, знаете, не сахар. Но Фрил все-таки он хотя бы сделан почему-то другими людьми. Такое ощущение, что они идею украли и не на лендровере его сделали. Потому что он лучше, чем Дискавери. Он надежнее. Да, это однозначно. Это понятно, да. Дискавери это совсем маленько другое. Василий, звоните на следующей неделе, и с удовольствием продолжим разговор. Федор. Федор, это вы. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здрасте. Являюсь обладателем BMW 39-й. Ух ты. 97-го года. Да. Это двигатель. И хотел бы как бы спросить, какие у него болячки какие-то, что-то такие родовые, не знаю. С 97-го года по 2013-й какие болячки? Нет, ну какие-то основные возможно есть у них. Там больные места. Ну, как вам сказать? Да, случались. 15 лет тому назад, помните, у него там в свое время в головке блока восьмой по счету хозяин шаманил. Вылечил он эту проблему. И по коробке у него было, там золотничок один у него залип. Нормально решили. И крестовинку там одну поменяли. А так все хорошо. Да, кстати, пыльничек шруса порвался слева, сзади. Но машина 97-го года. боготворите ее, купите ей новые чехлы, свежие коврики и наслаждайтесь. Потому что 39-ка это уже даже не важно чего там и как там. Это же сказка. На этом просто нужно жить, ездить и наслаждаться. Антон, у вас есть возможность задать вопрос. Здравствуйте, Антон. Очень быстро. Здравствуйте, Сергей. Большое спасибо за передачу. Маленький вопрос. Интересует обновленная Q7 или Q9? Весь интернет перелазил, пока никакой информации достоверно не нашел. Может быть, вы что-то знаете. А вот что значит Q9? Вы посмотрели на концепт и вдохновились? Ну, на Mail.ru, да, читал, извиняюсь за это, не реклама, почитал собственную информацию и вот думаю, есть ли от вас какая-то информация по этому поводу? Вы помните, вот там же шло, кстати, информационное сообщение по поводу нового гипертуарега. Обратили внимание? Да, было. То есть, машина соплатформенная. Помните, что там было написано? Это идея, которая, может быть, через два года доживет до какого-то более осмысленного концепта, а потом мы посмотрим. Это очень правильное направление. Не пора ли, наконец, покусать Америку, но сейчас, не торопясь, к этой теме будут подходить медленно, верно, еще подумают, они сделают ли гиперкаен и рано или поздно они этот агрегат точно смастерят. То есть, у них будет такой Гросс Туарег, такой Обер Туарег, они его сделают, и он, соответственно, будет и Ку-9. Тем более, что Ауди, в отличие от Фольксвагена, она тычется по всем нишам, ведь они же сделали из одной и той же морковки сразу два разных блюда. Одно называется Ку-3, другое называется Ку-5. При этом машины разные, хотя морковка-то одна была. И поэтому они сделают и Ку-7, и Ку-9, а потом они еще покряхтят, покряхтят, и сделают Ку-11. И это будет совсем уже будет аудище. Но, насколько реально это все будет, и когда это будет, об этом знает только одно средство массовой информации. Об этом знает немецкий журнал Автомоторуншпорт. Он пока по этому поводу деликатно говорит, ведутся работы. Так вот, очень аккуратно. А мы вот тут вот задумались, но точно не будет гибридов и точно не будет электромобилей. Вот в эту штуку они уже наигрались. Вот с этим они закончили. То есть, Ку-9 будет, и его можно будет использовать в качестве хорошего автобуса. Такое развозное явление, детишки, семья. К тому моменту, кстати, может быть, под Америку они сделают четыре ряда сидений, станут законодателями совершенно нового жанра. Вообще, Ауди, конечно, молодцы. они умеют делать разное из одинакового. И этим они пытаются отомстить BMW, когда BMW тоже тычется по абсолютно всем экологическим нишам и создает продукты не потому что надо, не потому что потенциал, а потому что а давайте попробуем. Это такой риск, такой маркетинговый риск. Вот и все. До завтра. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok